Клево всем, друзья! 30 августа, лето заканчивается, и вот сегодня получилось на вечерочку выскочить на Кубань. Сегодня я с фидером, и у меня задача постараться показать, несмотря на то, что осталось рыбалкой всего около двух часов, постараться показать, что даже на течении, на сильном, в такой реке, как Кубань, можно ловить легким фидером. Сегодня я буду работать удилищем до 30 грамм, с кормушкой 30 грамм. В определенных участках реки можно найти место, где смело можно таким удилищем ловить, такими легкими весами. Надеюсь, все получится, посмотрим, оставайтесь до конца со мной и увидите, получилось у меня рельефа. Удилища Daiva Tender, до 30 грамм, легенькая палочка, 3,30 длиной, катушка солка трехтысячная, и вот кормушечка, которая буду работать, Preston 30 грамм. Прикормку сделал очень тяжелую, прикормка лещ с добавкой вареного гороха и крупы вареной. И немножко добавил аромы монстр краб. Посмотрим, что получится. Все, начинаем кормить. Сейчас буквально положу 5-6 кормушечек и будем ловить рыбку. Первая кормушечка пошла. Ловить буду заброс 10-12 метров. Все под ногами буду ловить под берегом. Буквально 10-12 метров течением сносит кормушку и прижимается. В итоге кормушка где-то будет в метрах 5-6 от берега. Вот, отлично. Тридцатка лежит спокойненько, не несет ее. Конечно, поздно выскочили, не получалось выскочить. Планировали на утряночку, но дела не позволили. Когда только освободился, тогда и рванули. Пока доехали, а уже не середина лета, а конец лета. И это все дает о себе знать. День более короткий, поэтому время на ловле все меньше и меньше. Надеюсь, что-то поймаем. Работать буду 30-сантиметровым поводочком. Ловлю через фитер-гам. Монтаж инлайн. Как я вяжу такие монтажи инлайн с фитер-гамом, можно перейти посмотреть по ссылке. Там очень подробно все рассказываю, показываю крупным фанам. Очень удобно смотреть. Поводок 30 сантиметров, крючок 12-й, на 0-16-м поводочном материале. Рыба гуляет. На фитер-гаме у меня завязан узелок и удавочкой накидываю крючочек. Поводок. Все, никуда не денется. Будет висеть мертво и надежно. Начинаю, как всегда, с одного красного опарыша. Ну что, друзья, первый пошел. Как непривычно близко кидать. Удар был, поклевка. Поклевка на ходу, на лету. То есть рыба там уже есть. Какой-то хищник гоняет прямо вот здесь, под ногами. Потому что с точки рыбу не гонял. Опа, 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 первая рыбка, ребята. Второй заброс, вторая поклевка, первая рыбка. Что там у нас это, маленькая? Ооо, рыбчик, ребятки, очень маленький, но рыбчик. Вот такой маленький, красивенький. Я его даже складывать не буду. Ну что, рыбка на точке есть, пока маленькая. Ну, так и должно быть. Первая обычно мелкая подходит. Ребят, еще раз говорю. Река Кубань, черта города. Ловлю удилищем с тестом до 30 грамм. Это удилище позволяет работать более мощными весами. Поэтому кормушечка у меня 30 грамм, плюс прикормка. Без проблем. Дистанция заброса 10-12 метров. В этом месте, в этом месте русло идет прибой к этому берегу. И вот тут начинается прижимная яма. Я сел перед этой ямой, в этом месте течения, вдоль берега. А, от берега сразу идет крутой свал. Сразу идет крутой свал. Благодаря этому я могу ловить рыбу на этом свале. Мне не нужно делать дальний заброс, клюет. Я кидаю под острым углом. Из-за этого спокойно работаю легкими весами, легкой кормушкой. Если такое место находится в вашем регионе, на вашей реке, можно спокойно, не убивая рук, ловить рыбу, наслаждаясь легкими удилищами. Жалко, что поздно приехали. Я думаю, если бы приехали на пару часов пораньше, было бы очень весело. Маленькая густерочка. У нас на Кубане на точку обычно всегда приходит первая густерка. Ее здесь, вот этой мелкой густерки, очень-очень много. Если в некоторых регионах на точку первая приходит плотва, то у нас роль плотвы выполняет мелкая густерка. Ее реально очень-очень много. Она очень активная. Поклевки даже маленькие, очень сильные. Прикормка очень тяжелая, поэтому в кормушку ее не вдавливают. Просто набрал, не сжимая с двух сторон совершенно, как и есть. Ого, вот это поклевка была. Тра-та-та-та-та-та-та. Кто там такое? Кто там, ребят? Я опять густерочка. Ого, впорола. Ого, ребята, смотрите. Вот это серьезно. Вот это, друзья, серьезно. Нифигда себе. Ого, ого. Тоже там реально рыбка. Реальная рыбка. Вот это кайф. Вот это кайф, ребята. На легкое пикерное удилище что-то серьезное поднимать. Не знаю, давит конкретно. Пассачку подми. Сейчас буду, под рукой. А сейчас рыбку надо утомить. Ребята, вооо. Друзья, ставьте класс, подписывайтесь. Реально ураган. Рыбчик. Вот это рыбчик. Вот это я понимаю. Ну что, друзья. Черта города. Река Кубань. Легкое фидерное удилище. Сильное течение. В этом месте все ловят кормушками от 60 грамм. А чаще 80, 90, 120. Заврось 10 метров. И вот такой красавец. Вот это боец. Друзья, если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь. Что там, что там, что там за боец у меня. Вот что там, что там, что там. Ааа, скот, хороший был. Скот, ребята. Показываю, как я одеваю кукурузу. Вот кукурузка. И вот у нее торец. Вот заеду в торец. Раз. Все. Крузочка на крючке. Крючок открытый. Засекаемость довольно хорошая. Что-то есть на кукурузку. Что-то тяжеленькое. Приятенькое. Удилище отрабатывает. Смотрите, ребята, как. Офигеть. Кто там, кто там такой, а? Кто там, кто там? Рыбчики. Вот, друзья, смотрите. Кукурузку красавец кушал. Сверхдальний заброс на 10 метров. С разгона забрасывай. Не задираю удилища вверх, как все любят. Терпеть не могу задирать вверх удилища. Ловлю на течение, даже если ловлю. Вот, там, то, что-то накатит. Подмечен, да? Даже если ловлю на большие веса, далеко. Все равно. Ставлю удилище максимум на уровне глаз. Вот я сижу. И вот так вот под углом. Мне удобно было смотреть. Задираю голову. Что-то там есть. Что-то, что-то есть. Видимо, вот-то что-то, что-то есть. Рыбчик, ребята. Вот такой красавчик. А? Бутерброд. Кукурузка с аппариком. Самую маленькую выбрал. Антон, ты в банке уже вытащил, гад, у меня? Антон, ты сдаешься? Ты внизу перед рыбой сидишь. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Она, может, можно идёт и её ловит. Конечно. Как обычно ты расскажешь. Если я тянут, то ты ловишь твоё лёд. Вот это да. Антон, твоя чихонь пришла. Небольшая чихонечка. На лету всадила. Веди. Даже брать-то не будет. Оп-оп-оп-оп, хорошенькая рыбка. Кажется, там... Силу надо отпускать. Сходы идут. Сидергам. Говно стоит. Слишком мягкий. Просто спускает рыбу. Вот опять та же говно. Спустил рыбу. Так. Да. Всё-таки поменяю крючок. А что поставить? Мне там пусто, ничего нету. Третью или четвёртую рыбу списываю, ребята. Хорошего, хорошего. Крючок. Даже не знаю, у меня крючков нету нифига. Друзья, плохой фидергам, слишком мягкий. Может быть хуже, чем если вы даже будете ловить без фидергама. Поэтому к фидергаму нужно относиться очень серьёзно. Казалось же, можно ловить на всё, что угодно. А вот нет. Это уже пройдено мной не раз. Ну вот, закончился хороший фидергам, остался флагмановский. И вот я с ним никак не дружу, вообще. А руки заехать, времени заехать, купить нормальный не хватает. На мой взгляд, фидергам номер один, это дренан. Минимум 0,6, а в идеале единичка. Всё, другого нет смысла брать. Тоньше это ни о чём. Он просто не нужен. На пустой крючок, ребята, на пустой крючок клюёт очень-очень слабо. Это я уже давно приметил. Давно приметил, но иногда всё равно пытаюсь поймать на него рыбу. Вот эта поклёвочка была. Вот это загиб был карповый. Антон, карповый загиб был. Густёрка. Садила. Тяжёленькая. Ребята, что-то хорошее. Надеюсь, мис не солью. Очень хорошее, друзья. Рыбчик, рыбчик, рыбчик. Не убегай. Тварь есть. Офигеть, как их классно на это удилище ловить, друзья. А просто сказочно. Отцепился уже в пацаке. Красавчик. Шикарный рыбец. Офигеть, он красивый ротик. Ротик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, Антон, что ты жёлый? Это поклёвка уже была не настолько резкая, но хорошая. Ой, тут рыбчик. Ай, вот это монстр. А, подвечек ошибся. Что-то я так закосячил. Рыбки не путай. Ну вот такой грамм на 400. Оп-оп-оп-оп, смотри, 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 что вытворяет. Смотри, на палку. Охренеть. Ребята, это вообще кайф. Вот это рыбка. Что-то очень тяжёленькое. Офигеть. Ай-яй-яй, вот это да. Антон, там что-то очень тяжёлое. Я рыбец, короче. Надеюсь. Ребята, это просто огонь. Главное не спустить рыбку. Давай, мы же туда спустили. Смотри, смотри. Друзья, это на утилище с тестом. С тестом до 30 грамм. В Кубани. С забросом 10 метров. Тут если сейчас пройти по берегу, по берегу, и поспрашивать, какими грузами все ловят, все вам расскажут, такое страшное, что 120 несёт. Друзья, я ещё боюю. Нет, опарыш. Два опарыша. Ай, класс! Давит ровно. Смотри, видишь на сбросе. Садение уровня воды, да, и водохранка. Да. Команта, как раз варю с дамой. Команта. Кобачка, мы невкусные, неследобные. Она вас есть и собирает. Ой, это хорошо. Видишь, все рыбачики удумали. Вот здесь тогда и купайся. До сих пор вою с рыбкой. Тебе говорят, кто там. Но если честно, не сильно на леща похоже. Хотя, все может быть. Тут кормушка показалась. Ну и сверху. Сазанчик. Небольшой сазанчик. Кидай. Кидай, ты же сам лови. Ребята, вот такой красавчик. Дикий сазанчик. Грамм на 400. Малыш. Поэтому сразу буду отпускать его. Вот такой красавец, смотрите. У нас по законам, если не ошибаюсь, сазан разрешенок вылового 30 сантиметров. А в этом чуть больше 25 примерно. Кроме такого. Поэтому его в садок не кладем, а сразу домой малыша. Класс. Ну что, друзья. Полтора часа рыбалки на легкий спиннинг, на сильном течении. Это кайф. Вы все сами видели. Рыбка пивала, было много сходов. Сазанчик грамм на 400 ввалил. Покайфовал, повылаживал. Удовольствие получил полное. Попробуйте, возможно, вам тоже понравится. Получится ловить на течении на ультралайтовой палке. До новых встреч, друзья.